Животный мир жесток и непредсказуем. Иногда здесь происходят такие сюжетные повороты, которые не снились даже Стивену Кингу. Эпичная разборка жирафов, ящерица заслуживающая Оскар, невероятная воля к жизни и многое другое. Все это будет в сегодняшнем выпуске про самые сумасшедшие битвы животных, снятые на камеру. Ягуар против выдры Первое животное вы все прекрасно знаете. Каждый наслышан об этой удивительной красивой кошке, обитающей в Южной Америке. Отличить ее от остальных можно по пятнистому узору, являющемуся уникальным для каждой особи. Это что-то вроде отпечатков пальцев у людей. Вес ягуара может достигать 158 килограмм. Эти большие коты отлично плавают, ныряют и имеют сильнейшую хватку. Казалось бы, что у бедной выдры, которая лежала на берегу и ничего не подозревала, нет ни шанса на выживание. Особенно если учесть, как драка начиналась. Но тут, каким-то магическим образом, выдра выбралась из лап проворного ягуара и быстро дала дзеру, спрятавшись под водой. То ли из-за обиды за неудачную охоту, то ли из-за боязни других выдр в воде, ягуар не решился за ними нырять. Еще бы, думаю, даже если бы он прыгнул, шансов догнать их было немного. Выдры чувствуют себя в воде, как рыбы. У них даже почти всегда вход в собственную норку находится под водой. В любом случае, с вас лайк за неожиданную развязку. Часто можно наблюдать, как дерутся те же львы, сражаются пумы, крокодилы и прочие хищники. Это естественно, и каждый человек видел такие поединки множество раз. Но вы когда-нибудь представляли себе бой жирафа? Это многометровое существо, которое кажется максимально безобидным и милым. Ладно, драку жирафа с другим животным я вам не покажу. Зато ловите видос с разборкой двух представителей этого семейства. Кто не знал, взрослые самцы жирафов часто сражаются за доминирование. Такие поединки выглядят очень выразительно. Самцы раскачивают шеями и пытаются ударить друг друга рожками. Выигравший поединок самец получает возможность спариться с большим количеством самок. Собственно, именно это на видео и происходит. Если знать какие-то другие возможности этого животного, по типу того, что оно может разгоняться до 60 километров в час, то не составит труда предположить силу ударов их шеи. Поверьте, попавшему под раздачу врагу жирафа не поздоровится. А вы знали, что если лев случайно встречается с гепардом, он всегда нападает на него? Бегство является единственным средством спасения для гепарда, ведь противостоять львам в силе он никак не может. Учитывая этот факт, противостояние зебры и льва выглядит, ну, совершенно никудышным. На кадрах видно, как лев некоторое время наблюдал за десятком зебр, которые занимались своими делами. В один момент хищник решил напасть на самую слабую зебру, ускорился и догнал. В рывке это животное достигает 80 километров в час, поэтому первый этап плана не стал для него проблемным. Лев схватил зебру, но в процессе сражения он оказался под ней. Тем не менее, хищник контролировал всю обстановку и не выпускал полосатого зверя из своих острющих когтей, которые могут достигать 7 сантиметров в длину. Видно, как те самые братки зебры, убегавшие вместе с ней от льва, теперь стоят совсем близко и наблюдают за происходящим со стороны. Ставьте лайк, если тоже никогда не понимали, почему животные не могут помочь своему сородичу. Разве у льва будут шансы, если все эти зебры накинутся на него всем стадом? Как оказалось, помощь не понадобилась. Неудачливая зебра смогла усыпить его бдительность и в миг вырваться из лап, оставшись целой и невредимой. Как всем известно, ученые до сих пор наверняка не знают, почему зебры черно-белые. Так может это потому, что каждый раз их неудача сменяется чем-то светлым и наступает белая полоса? Судя по этому видео, такая теория имеет место быть. Импала пытается спастись от крокодила Импала – это стройное, красивое животное, имеющее среднюю величину. Шерсть у этих животных гладкая, блестящая, на задних ножках прямо над пяточкой копыта имеется пучочек грубых черных волосиков, поэтому импал называют чернопятыми антилопами. Слушая эту характеристику, совершенно не получается поверить в то, что столь хрупкое животное справится с натиском кровожадного крокодила, затаившегося в водоеме. Эта ящерица заслуживает Оскар. Почему, я так думаю, вы узнаете в конце видео. А пока предлагаю начать с событий незадолго до финала. Ящерица занимается единственным и самым важным делом – охраняет яйца. Детишки должны появиться на свет совсем скоро, поэтому важно быть предельно осторожной и внимательной. Поэтому, как только на горизонте образовалась недружелюбная змея, ящерица отправилась решать вопросы. О, это вряд ли удастся вывести. Через несколько часов ситуация повторилась, но теперь перед рептилией была уже опасная змея, которая без труда могла бы одолеть ящерицу. Понимая, собственно, с этими мыслями присмыкающаяся и проползла дальше, оставив как саму ящерицу, так и ее потомство в покое. К слову, через несколько месяцев после этих событий на свет у ящерицы появился первый детеныш. Это была ее награда за столь хорошую защиту потомства. А крокодилу все мало. Помните произведение Чуковского «Краденое солнце»? Ну, то, где крокодил проглотил солнце. Так вот, видимо, этому присмыкающемуся оказалось мало, и оно решило позариться на бедную черепашку, которая меньше его в несколько раз. Но этот хищник не учел один маленький, но очень важный момент. Черепашку не просто так выбрали на роль ниндзя. Она имеет очень крутой панцирь, который до жути прочный. С помощью него животное способно выдерживать нагрузки в 200 раз превышающие вес его самого. В конце концов, наш друг с панцирем выбрался из челюсти хищника и мирно поскакал в сторону воды, а агрессор даже не пытался его догнать и испытать удачу снова. Вот это везение! Так, я бы сказал про туристов, которым во время путешествия по дикой природе посчастливилось оказаться в нужное время в нужном месте. Люди наблюдали за тем, как леопард некоторое время к чему-то готовился. Зная, что просто так это животное ничем заниматься не будет, они заглушили авто и стали смотреть. Ожидание оправдало себя сполна. Через считанные секунды в поле видимости камеры оказался огромный питон, который своими размерами смутил не только зрителей, но и самого леопарда. На первых порах сражения оказалось, что змея одерживает верх, и у пятнистого хищника нет ни шанса на выживание. Но это лишь первое и ошибочное мнение. На самом же деле, кошка вырвалась из удушающих приемов змеи, отпрыгивала, как в компьютерной игре, и продолжала гнуть свою линию, продолжала наступление. В конце концов, битва завершилась для нее успешно. Хоть на коже леопарда и было множество ранений, он победил и смог вдоволь полакомиться змеей. К слову, не думайте, что питон – это легкая жертва. Для этих крупных змей вполне себе нормально слупать какого-нибудь крокодила. Поэтому и леопард для питонов не станет добычей из ряда нереальной. Стремление к жизни Такими словами можно характеризовать происходящее на этом видео со стороны лошадиной антилопы. Кто не в курсе, лошадиная антилопа, также известная как чалая лошадиная антилопа, является жителем Африки. Ее вес достигает 300 килограмм, а рост составляет около 160 сантиметров, благодаря чему этот вид считается вторым по размерам среди антилоп мира после обыкновенной канны. Однако, несмотря на это, хитрые и ловкие львы нашли способ достать и это животное. Хищники в паре напали на существо и некоторое время не давали тому спокойно продохнуть. Со стороны все это выглядело так, будто у антилопы нет и малюсенького шанса на спасение. Но, несмотря на призрачные шансы, лошадиная антилопа все же смогла найти момент, чтобы выбраться из замкнутого круга. Встала и как могла похромала в сторону от львов. Однако, как оказалось, это было лишь тактическим отступлением со стороны хищников. Они выждали несколько минут и повторили нападение. На сей раз оно не увенчалось успехом, и у антилопы снова появилось несколько минут на передышку. Правда, теперь раны стали ощущаться куда серьезнее. Животное не могло нормально передвигаться. Ему приходилось буквально идти на коленках и локтях. Ни о какой нормальной скорости, покидании места битвы и скрытии от взора львов и речи быть не могло. Поэтому неудивительно, что они смогли найти спрятавшуюся за деревьями антилопу. Средний вес этого животного где-то 220 килограмм. Представьте, насколько сытый ужин стоит на кону у двух львов. Что ж, на этом все. Напишите в комментариях, какая схватка впечатлила вас больше всего. И спасибо вам большое за просмотр.